МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поехали! Как эволюционировала система городского транспорта в столице Чувашии за последние пять лет? Было, стало, что изменилось в Чебоксарах за время работы пятого созыва Чебоксарского городского собрания. Куда пойти, что посмотреть, что ожидает чебоксарцев в день города 2015. Движение, жизнь. Сейчас я говорю не о спорте, а о транспорте. Ведь именно от его работы зависит нормальное функционирование большого организма под названием город. О том, как эволюционировала система городского транспорта в столице Чувашии за пять лет и как будет меняться в будущем, прямо сейчас. Девочка ждет, автобус не идет. Ситуация, когда по долгу приходится мечтательно вглядываться вдаль, в ожидании нужной маршрутки, троллейбуса или автобуса, думаю, когда-то была знакома всем чебоксарцам. С увеличением количества транспорта на первый план вышла проблема безопасности. Так в сети долго висело видео известного чебоксарского блогера. На нем видно, только за один рейс водитель одной из маршруток совершил 18 правонарушений. Как сохранить транспортный парк столицы и обеспечить соблюдение правил дорожного движения? Этими вопросами депутаты занимались постоянно. И вот результат. Многие предложения депутатов реализовались. За последние годы депутатским корпусом города Чебоксары, администрацией города Чебоксары проведена очень большая работа по повышению эффективности, безопасности пассажирских перевозок в городе Чебоксары. На данный момент в городе работает 65 маршрутов. Из них 19 маршрутов это автобусные маршруты, 27 маршрутов это у нас коммерческие перевозки, так называемые маршрутные такси. И остальные это у нас троллейбусные маршруты. Вообще за год по городу Чебоксары перевозится всеми видами транспорта более 100 миллионов пассажиров. За прошлый год перевезено 113 миллионов пассажиров. Львиную долю в этом количестве, конечно, занимают троллейбусные маршруты. Более 60% это перевозки троллейбусами. Около 30% это перевозки коммерческими маршрутами. Ну, остальное у нас приходится на автобусные перевозки. Мы упорядочили требования коммерческим перевозчикам. В последние годы мы проводим конкурсы, в условиях которых жестко прописаны требования к перевозчикам. Это и наличие подвижного состава соответствующего. Начиная с 2011 года мы отменили, скажем так, возможность перевозчикам перевозить пассажиров на газелях. И внесли требования в условия конкурса, что транспорт должен быть не менее чем 18 местным. А это уже комфортабельные импортные автобусы, удовлетворяющие требования безопасности. Кроме того, абсолютно все транспортные средства, которые перевозят пассажиров на всех маршрутах, в режиме реального времени отслеживаются в центре диспетчеризации. Информация туда поступает с 6 утра до 10 вечера. В зоне контроля более тысячи единиц транспорта. И это не предел. Изначально центр создавался только с целью контроля работы маршрутных транспортных средств, чтобы услуги перевозчиков удовлетворяли потребности жителей города. Но сегодня система вошла в жизнь горожан настолько плотно, что многие просто не представляют, как они обходились без этого раньше. Теперь, стоя на остановке, можно не гадать, сколько еще ждать нужный транспорт. Вся информация задержится на информационных табло. Кстати, позитивные изменения в работе транспорта коснулись не только пассажиров, но и водителей. Мы проводим также большую работу по повышению безопасности дорожного движения. Мы и реконструируем дороги, и магистральные дороги, и внутриквартальные дороги. Мы реконструируем и устанавливаем светофоры. В частности, за последние годы мы установили 14 новых светофоров и реконструировали 42 светофорных объекта. То есть мы уходим от старых систем, которые было сложно рассмотреть при прямом солнечном свете. Сейчас новые эффективные светодиодные системы светодиодные очень ярко светят и видны при любой погоде, при любых условиях видимости. Что касается светофорной сети, мы с 2014 года внедрили систему АСУД, так называемую автоматическую систему управления дорожным движением, которая подразумевает эффективную логистику организации движения с помощью светофорной сети. То есть так называемая зеленая волна, она уже реализована на части светофорных объектах, ну в частности по Московскому проспекту, композиторов Воробьевых, эта волна уже работает. И вот в 2015 году мы планируем включить в эту систему остальные светофоры города. Город растет, строятся новые районы, а значит совсем скоро возникнет необходимость в новых маршрутах. Работа в этом направлении уже идет. Мы отслеживаем состояние загруженности на маршрутах. Сейчас мы все активно видим, что застраиваются новые микрорайоны. Это и Кувшинка, это и Новый город, и так далее, и так далее. Возникли новые микрорайоны, Гладково. Мы отслеживаем эту ситуацию и оперативно реагируем на пассажиропоток. В данный момент мы с марта месяца ввели 5 новых автобусных социальных маршрутов, которые именно касаются жителей вновь построенных микрорайонов. Сейчас мы проводим обследование пассажиропотока в течение 6 месяцев. И по результатам этого обследования мы уже будем вносить коррективы в существующие маршруты, либо создавать новые маршруты, чтобы наиболее эффективно и удобно было для жителей этих микрорайонов. Если общественный транспорт функционирует нормально, то личный автопарк жителей Чебоксар не всегда чувствует себя уютно. А в таких условиях депутаты Чебоксарского городского собрания были вынуждены пересмотреть уровень автомобилизации населения, а значит, инноватив по количеству парковочных мест у зданий, которые будут строиться в будущем. О том, что еще изменилось в правилах благоустройства и в целом в городе, в следующем материале. В соответствии с федеральным законом номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации организация благоустройства территории муниципального образования, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, а также использование охраны, защиты, воспроизводство муниципальных лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения является вопросом местного значения городского, сельского поселения, городского округа, внутригородского района. Благоустройство территории муниципальных образований осуществляется органами местного самоуправления за счет средств муниципального бюджета. Правила благоустройства территории муниципального образования устанавливаются каждым органам местного самоуправления самостоятельно. Такой документ, как правило благоустройства города, часто меняется. Город, как и запрос, население растет, нужно соответствовать. Нынешнюю версию правил благоустройства города Чебоксара депутаты городского собрания утвердили 24 сентября 2013 года. С тех пор они не раз корректировались и дополнялись новыми пунктами. Одним из последних таких изменений стал норматив по количеству парковочных мест. Ключевым параметром, определяющим потребность в местах хранения легкового автотранспорта и сооружениях для его обслуживания, установлена проектная обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, которые определены, исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения. Согласно изменениям проектный уровень автомобилизации населения, легковые и грузовые автомобили, мототранспорт следует принимать равным 470 автомобилям на 1000 жителей, а уровень обеспеченности населения индивидуальным легковым автотранспортом не менее 350 автомобилей на 1000 жителей. Растет уровень жизни жителей города. Соответственно, гостевые парковки стали необходимостью. Сегодня, например, практически в любой район города, любой двор заезжаешь, где-то может быть очень хорошо, где-то может быть не очень хорошо, но парковки уже существуют. Проблема парковок, она ближайшая даже в разумном видении, она не решится. Задача депутатов следующего созыва с 2015 по 2020 год, это, конечно, во-первых, построение средства многоуровневых парковок. Это неизбежно, мы никуда не денемся. И, во-вторых, я надеюсь и очень хочу, чтобы в центральной части города, как в Европе, как и во всем мире были платные парковки. У меня всегда принцип «хочешь, любишь кататься, люби и саночки возить». Ну, конечно, это тоже второй этап, я думаю, но к этому мы все равно придем. Еще одно важное изменение, касающееся благоустройства столицы – новые требования к нестационарным торговым объектам, проще говоря, киоскам, ларькам и рекламным конструкциям. В документе прописали, из каких они должны быть материалов, как выглядеть, и располагаться в городе только согласно схемам, которые также утверждают органы местного самоуправления. Следуя нынешним правилам, работники сферы ЖКХ установили в столице новые контейнеры для мусора. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются экологичность, безопасность, отсутствие острых углов, удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид. Также контейнеры для сбора ТБО должны иметь колеса и крышки. Это не позволяет мусору разлетаться по дворам на данный момент. По городу заменено уже 63% контейнеров. Дальше переработка наших твердых пыток и отходов, система обращения с отходами. Немаловажная картина, это немаловажный факт, у нас в городе сегодня практически нет металлических контейнеров, которые мы видели даже лет 5 назад. В 2013 году последний раз было решение принято, что практически весь город у нас должен соответствовать евростандартам в смысле установки евроконтейнеров. Что такое евроконтейнеры, мы уже знаем, горожане это знают и понимают. Это либо зеленого, либо синего цвета контейнера. Они на колесах, они с крышкой. И та вот такая нехорошая картина, когда у нас были в металлических контейнерах, там крышек нет, там птицы летают, животные там ковырятся. Этого практически уже нет. Кроме того, для улучшения экологической обстановки в 2013 году городское собрание утвердило инновационную программу по развитию объектов, которые занимаются утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых бытовых отходов. В итоге на Пехтулинской свалке, которая свои возможности исчерпала, уже давно появился каток-уплотнитель. Машина позволила снизить высоту свалки и минимизировала уровень пожароопасности. Еще больше уплотнить отходы помог измельчитель крупногабаритных отходов «Шредер». С 2011 года в городе основательно взялись за дворы и за несколько лет отремонтировали около 580 дворов и 280 внутриквартальных проездов. Поставили 333 детские спортивные площадки. В 2015-м к этому количеству планируется прибавить еще 136 дворов и 86 площадок. И так сделано много, но и предстоит еще немало. Депутатам, которые займут свои кресла, уже этой осенью будет чем заняться. 16 августа столица Чувашия отметит свое 546-летие. О том, как пройдет День города 2015, говорили на наседании оргкомитета по подготовке к празднику. День города чебоксарцы отмечают каждый год и каждый год хотят на праздник что-нибудь новенькое. Организаторы говорят, и новенькое будет, и о том, что уже стало традицией в День города, не забудут. Мероприятий запланировано так много, что в пару праздничных дней не уложимся. Отмечать свой день рождения город начнет с первых чисел августа. В прошлом году девизом праздника стал слоган «Чебоксары – город твоих побед». Его пока решили не менять, город таки заслужил. Чебоксары стали центром международных событий, добились высоких результатов по многим направлениям и во многих сферах деятельности. Наши предприятия выпускают продукцию, которая пользуется спросом во многих регионах России и за рубежом. Наши спортсмены и талантливые дети занимают призовые места в международных фестивалях и соревнованиях. И, конечно же, Чебоксары – это город побед. Поэтому брендам «Дня города 2015» предлагаем слоган «Чебоксары – город твоих побед». Утренняя зарядка со звездой, свадебный парад, фестиваль «Истенок», творческий бульвар и многие другие полюбившиеся горожан и мероприятия уже включены в программу. За несколько дней до праздника в небе над Чебоксарами периодически будет раздаваться грохот. Жители просят не пугаться. Это пилотажная группа «Стрижи» будет разведывать местность перед выступлением. «Стрижи прилетает к нам, отработать надо, интересно. Уже подтверждение пришло, подтверждение подписанное. Михаил Васильевич Игнатьев согласовал с министром обороны Шойгу». Глава города отметил, в прошлом году чебоксарцы жаловались, что наблюдать за пилотажной группой пришлось там, где их застало выступление. В этот раз совместно с правоохранительными органами планируется подготовить специальные площадки. Кстати, летать в день города будут не только истребители. Одно из новшеств этого года – фестиваль самодельных летательных аппаратов. И еще из нового, если позволит погода, в городе заработает кинотеатр под открытым небом. Леонид Черкесов предложил провести фестиваль чебоксарской рыбалкой и отметил, неплохо бы и фестиваль ухи заодно организовать. Из того, что уже точно известно, салют будет. Первые залпы раздадутся в 22 часа, а до этого на главной сцене праздника будут выступать звезды. Кто это? Пока тайна. Работу городского транспорта продлят до полуноча. На этом программа местное самоуправление завершается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова